Доброго вам времени суток, друзья! Мы продолжаем окунаться в мир фотографий, и сегодня я расскажу вам обо всем, что было в анонсе. Долгое время бытовало мнение, что фотография — это не искусство, это не творческая настоящая концепция, и для этого даже подобрали целых три аспекта. Это коммерциализация, денежная сторона вопроса, техническое происхождение вопроса и возможность массового потребления. Конечно, все эти три аспекта можно и нужно оспорить, но время и так все расставило по местам, потому что фотография — это самое настоящее искусство. А начнем мы, пожалуй, с такого манящего и интересного космоса. Джон Дрейпер сделал в 1840 году фотографию Луны с телескопа. Через пять лет уже было сделано фото Солнца в середине 20 века. С Луны была запечатлена Земля, и это все были только цветочки. А вишенками станут фотографии нашей Вселенной телескопа Хаббл. Он был создан специально для того, чтобы исследовать нашу огромную необъятную Вселенную. И теперь я предлагаю всем нам отправиться ненадолго в космос. Субтитры создавал DimaTorzok Едем дальше, но продолжая тему науки, на очереди фото автора теории относительности Альберта Эйнштейна. Все произошло в день празднования его 72-летия. Когда он был очень уставшим и уже садился в свой автомобиль, Артур Зазе попросил его еще раз позировать. И тогда он строил вот эту самую гримасу, которая известна на весь мир. В автомобиле с ним сидел его друг и коллега вместе с женой. Но, как вы знаете, лишние люди на этой фотографии не нужны. Поэтому в историю вошел именно этот кадр. Следующий наш герой – это фотограф, который стоит в эту сторону объектива. Его работы знает весь мир. Это Стив Маккари, автор той самой афганской девочки, или, как ее еще называют, афганская Мона Лиза. И эта история заслуживает вашего внимания. Фото Шаббат Гулы – это история девочки, которая родилась на востоке Афганистана. И в связи с военными действиями ей пришлось спасаться бегством через горы до Пакистана. И именно здесь и произошла встреча Шаббат и Стива Маккари в 1984 году. Этот снимок стал символом афганской войны и проблемы беженцев по всему миру. Сама же Шаббат известности, как ее фотография, не обрела. И когда команда из Америки разыскала ее через много лет, то они были безумно удивлены, в каких тяжелых жизненных обстоятельствах она существовала. Вот такая вот интересная история фото и человека на этом фото. Пусть и нашим фотографам повезет, и они создадут кадр, который будет знать весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, до встречи на арт-территории, где я с удовольствием буду расширять границы. Субтитры создавал DimaTorzok